Содержать животное с большей ответственностью, как моральной, так и финансовой. Ведь не только усы, лапы и хвост документы. Депутаты предлагают внедрить поголовную регистрацию кошек и собак. Процедура обойдется в среднем в 170 гривен. Бездомных животных предлагают чипировать за счет местных бюджетов. Невозможно остановить поток без контроля за численностью домашних животных. Обязательной, согласно законопроекту, становится и стерилизация животных. Кроме породистых, на разведение которых необходимо будет иметь лицензию. Стерилизация собаки может стоить в среднем 1000 гривен. Операция кошки дешевле – от 600. У очень многих пород собак есть такая опасность, как и ложные беременности, и есть опасность онкологических заболеваний. Поэтому стерилизованные животные, они в этом отношении значительно здоровее. Стерилизовать – значит улучшать качество жизни, уверены зоозащитники. Такой шаг, по их мнению, помог бы уменьшить поголовье бездомных животных, которые бесконтрольно размножаются. Больше 80% бездомных животных – это как раз бывшие домашние животные или их приплод. Но силу каждый видит в своих методах. Член депутатской комиссии по вопросам экологии Александр Иваницкий утверждает, что популяция бездомных собак в Одессе и так сократилась, благодаря городской программе. А законопроект, по его мнению, создаст багаж крупных обязательств и финансовую ношу. Программа стерилизации животных у нас сегодня находится на высочайшем уровне. Когда начиналась программа, у нас количество животных, собак в городе Одессе превышало 70 тысяч. На сегодняшний день у нас было в начале 2017 года проведено, проведен пересчет. И данные показали наличие 5000 беспризорных животных. Еще одно ноу-хау – обязательное посещение ветеринарной клиники не реже одного раза в три года. Кроме того, о переезде с питомцем необходимо заранее уведомлять ветеринарную службу. Ее, правда, надо будет еще создать. На государственной основе будут создаваться такие службы. И мы будем иметь к ним доступ постоянно. И я думаю, что это не будет какой-то сложностью пойти и зарегистрировать собаку, вернее отметить, что она уезжает на длительное время. Захоронение питомца в огороде или отсутствие утилизации станут вне закона. Останки животных должны будут покоиться на специальных кладбищах или сжигаться в крематориях. Незначительное уточнение – их создание обязан обеспечить город. В последнее время принимаются такие законопроекты, которые действительно нагружают, так скажем, местную власть на те или иные мероприятия, пункты передержки и, в общем-то, все сопутствующие с этим моменты. То, наверное, для города Одессы, еще раз повторюсь, эта проблема не есть актуальной. Платить по полной – еще один принцип законопроекта. Минимальный штраф – 340 гривен. Это предусматривается за продажу котов и собак с рук без документов. Сумма максимального штрафа – 20 400 гривен за повторный отказ от стерилизации животного или, например, их использование попрошайками. Не убрал экскременты собаки – первый раз заплатишь 850 гривен. Я однозначно за. По принципу – убирайте за своей собакой, не будете платить штраф. Не нарушайте законодательство, не будете оплачивать штраф. Маленькие штрафы, они не останавливают. Мы уже пришли к этому выводу, что человек не поймают, а если поймают – 18 гривен, 50 гривен – не деньги. Большие штрафы, они все-таки позволяют задуматься. И они будут тормозом. То есть, если у человека не хватает сознательности, то у него будет побеждать жадность к деньгам. Правда, штрафовать нарушителей предстоит полиции, которой не всегда хватает, особенно в больших городах. Но это другой вопрос. Тем временем высокие штрафы одобряют не все. Если это есть животное, или кошка, в данном случае, или собака, которая живет с пенсионером, и, возможно, тот пенсионер не имеет этих средств на то, чтобы привить это животное, зарегистрировать его, неужели это основание для того, чтобы этого пенсионера штрафовать. Поэтому есть много таких моментов, которые перед тем, как принимать, нужно понимать реальную обстановку, что происходит у нас в стране. Поэтому с инициативой расширить список льготчиков выступили и зоозащитные группы. Лично я хочу обратиться к авторам законопроекта с тем, чтобы пенсионеров включили в льготную категорию. Потому что для пенсионеров действительно эта сумма большая, значимая. Не каждый сможет. И надо научиться относиться с уважением к людям пожилого пенсионного возраста. Лично я буду отстаивать этот момент. Есть и требования к инфраструктуре. Ведь для уборки тех же отходов, в минимальной доступности для людей, должны находиться пакетики. Такие стойки в некоторых парках есть, но они почти всегда пусты. Часть подобных сооружений расставили в разных районах города. Но, к сожалению, вот в этом я могу сказать, что пакетики были ровно один раз, когда его установили. С одной стороны, общественники уверены, что такой законопроект мог бы заставить людей сознательнее относиться к содержанию животных. С другой, отсутствие дотации из госбюджета ставит под вопрос качество реализации. Я бы некоторые моменты все-таки смягчила. И самое главное, я бы подумала о том, какое напряжение дополнительное на местные бюджеты повлечет за собой именно то, что нужно будет построить приютов. Огромное количество. То есть, помимо того, что у нас сейчас ветеринарная служба государственная вообще как таковая отсутствует, если говорить, допустим, о Одессе, а здесь это штат, это зарплаты, это помещение, это все огромное-огромное накладывает тяжесть на местный бюджет. Если законопроект все же заручится поддержкой у парламентариев, то процедурная подготовка займет 4 месяца, не считая городов, где отсутствуют муниципальные пункты передержки. Там создание инфраструктуры может сильно затянуться. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал «Репортер».